Чем объясняется неубиваемость вируса иммунодефицита человека? Почему ученые до сих пор не могут создать вакцину для профилактики заражения ВИЧ? И можно ли в этих условиях остановить пандемию ВИЧ-инфекции в мире и эпидемию в России? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Анатолий Калышенко, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. Добрый день. Сейчас, как и весь мир, накануне Всемирного дня борьбы со СПИД, мы начнем бороться с ним вот здесь, в эфире. Но для начала, Анатолий Михайлович, чтобы определиться с предметом, нужно разобраться с понятиями, как сказал один известный философ. Давайте разберемся ВИЧ и СПИД. В чем разница и что общего? Ну, разница как бы здесь есть, да, то есть ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, да, то есть он, собственно говоря, и вызывает заболевания. Вирус и вирус, да. Да, вирус и вирус, да. А СПИД – это, ну, будем так говорить, уже терминальная стадия ВИЧ-инфекции, да, когда развивается глубочайший иммунодефицит и расшифровывается как синдром, приобретенного иммунодефицита, да, который, собственно, возникает в том случае, если не лечить ВИЧ-инфекцию. – Если честно, я вот помню, когда впервые заговорили в широком пространстве про ВИЧ, и это было так страшно, это было непонятно, и, в общем-то, ведь долгие годы считалось, что это заболевание со смертельным приговором, даже вот у Земфиры была такая песня «У тебя спит, и значит, мы умрем». На сегодняшний день, вот сколько лет прошло, не возьмусь, наверное, сказать, сколько, кстати, приблизительно. – Ну, на территории Самарской области в 89-м году был зарегистрирован первый пациент. – Ну, достаточно много, да? – Так вот, по поводу «мы умрем» или все-таки это заболевание уже сейчас не является смертельным приговором? – Заболевание не является смертельным, да, то есть заболевание инфекции относится к так называемым хроническим контролируемым инфекциям, да, то есть в нашем арсенале есть большое количество препаратов, при приеме которых ВИЧ-инфекция, ну, собственно говоря, контролируется, да, то есть если пациент принимает препараты эти, то продолжительность жизни его, ну, она не будет отличаться от той, которая есть, допустим, в популяции с определенными особенностями. – А весь мир считает, что Россия – это номер один по количеству и распространению ВИЧ-инфекции. Ну, я думаю, так ли это на самом деле вообще? – На самом деле это не так, да, потому что, ну, ВИЧ-инфекция в какой-то мере является еще и политическим инструментом, очень сложным. – Да, поэтому мы как бы понимаем, да, что в первую очередь, конечно, это страны Африки, вот, где пораженность ВИЧ гораздо больше, поэтому Россия не занимает, будем так говорить, ведущие позиции в плане ВИЧ-инфекции. – Мы точно не говорим, что у нас пандемия, говорим ли мы, что у нас эпидемия? – Ну, ВИЧ-инфекция – это, в принципе, пандемия, да, то есть, как бы, такое эпидемиологическое понятие, потому что заболевание распространено на всех континентах, вот, поэтому здесь, ну, с обывательской точки зрения понятия эпидемии и пандемии, они, наверное, в принципе, схожи, вот, поэтому… – Ну, для нее, к сожалению, нельзя закрыть границы, нельзя устроить карантин и каким-то образом остановить в одном отдельно взятом месте. – Ну, да, вот, но не нужно забывать, что, да, что ВИЧ-инфекция все-таки инфекция специфическая, довольно-таки, да, и имеет определенные пути передачи, и закрывать, как бы, и собирать людей ВИЧ-инфицированных в одном месте не имеет смысла, да, потому что мы, собственно, прекрасные пути передачи знаем, да, их три. – Мы, я думаю, сейчас еще раз проговорим с вами все отдельно, да. ВИЧ-инфицированных, они не представляют опасности для окружающих, как таковой, да, то есть в обычном, в обычном плане бытовом. – Анатолий Михайлович, а все-таки что по Самарской области, насколько неблагополучен наш регион в этом смысле? – Ну, да, исторически, как бы, сложные эпидемиологические ситуации в Самарской области, вот, пациентов в Самарской области очень много, вот, пораженность составляет более 1%, вот, поэтому Самарская область относится к высокопораженному региону. – Ну, 1%, вроде бы, так не страшно звучит. – Ну, относительно, да, то есть 1 человек из 100, вот, с учетом, как бы, количества жителей Самарской области, да, то есть у нас лиц живущих в СВИЧ, как бы, количество превышает 38 тысяч человек, вот, на учете в основном центре СПИД стоит чуть больше 37 тысяч. – Ну, наверное, надо понимать, что эта цифра недостоверная, да, вообще, на самом деле? – Ну, близко к достоверности. – Ну, то есть есть же, наверное, много людей, которые пока еще и не знают о том, что… – Ну, конечно, такое количество людей какое-то есть, да, но мы, со своей стороны, ну, то есть, призываем к тому, чтобы любой человек хоть раз в жизни все-таки сдал тест на ВИЧ, вот, потому что пока человек этого не сделает, он никогда не узнает, есть у него ВИЧ-инфекция или нет. – Хорошо, а вот давайте опять-таки разберемся, что происходит с организмом человека при заражении ВИЧ-инфекцией, что дальше случается? – Ну, то есть, как бы, заражение, само течение ВИЧ-инфекцией, то есть, довольно длительный процесс, да, то есть, человек, заразивший ВИЧ-инфекцией, даже вот при развитии острой ВИЧ-инфекции, да, то есть, как бы, в самом начале заболевания ВИЧ-инфекция схожа, ну, будем так говорить, с любой вирусной инфекцией, вот, с гриппом, ОРВИ, и, как правило, люди не замечают, да, то есть, мы же болеем, в принципе, довольно часто все. – Ну, ОРВИ-то мы замечаем, как раз таки. – Ну, вот, к сожалению, как бы, симптоматика развития ВИЧ-инфекции острая, она примерно такая же. Вот, потом на многие годы наступает, так называемая, субклиническая стадия, да, которая может длиться от 8 до 10 лет, когда человек, в принципе, ничего не беспокоит. Вот, и никаких, собственно, опасений ВИЧ-инфекция у него не вызывает, да. – А вирус просто тихо сидит, или он все-таки ведет какую-то разрушу? – Нет, вирус размножается, заболевание прогрессирует, то есть, постепенно разрушается иммунная система человека, да, которая по прошествии, как я сказал, уже 8-10 лет приводит, собственно говоря, к иммунодефициту и развернутой клинической картине ВИЧ-инфекции. Вот, и, соответственно, если человек не лечится, да, не наблюдается, ну, и как, собственно, логическое завершение, да, может привести именно к СПИДу. – А есть какие-то все-таки симптомы, которые могли бы, ну, хотя бы намекнуть, что что-то не так, что-то вот не пойти или сдать анализ? – Ну, симптомы такие есть, да, то есть, поскольку поражается, в первую очередь, иммунная система, да, то есть, она у нас иммунная, собственно, клетки относятся к лимфатической системе, да, то есть, основным из симптомов, да, то есть, это так называемая лимфоденопатия. Вот, беспричинное, будем так говорить, увеличение разных групп лимфоузлов, да, то есть, лимфоузлы у нас могут увеличиваться, когда в связи с какой-то инфекцией, да, которые, например, там, порезали палец, да, там, как бы повредили кожный покров, например, да, или больные зубы во рту, да, то есть, какие-то определенные группы лимфатических узлов будут на это реагировать, да, вот, ну, реагируют они обычно увеличением, да, так вот, при ВИЧ-инфекции, да, то есть, лимфоденопатия, она не связана с какой-то инфекцией еще, да, то есть, это, ну, будем так говорить, беспричинное увеличение количества лимфоузлов, да, то есть, и в дальнейшем при прогрессировании ВИЧ-инфекции это так называемое вторичное заболевание, да, то есть, этих заболеваний очень много, то есть, это и грибковые, и вирусные заболевания, и бактериальные, вот, которые развиваются на фоне снижающегося иммунитета, и, конечно, они должны вызывать подозрения, да, то есть, когда существуют какие-то клинические показания для того, чтобы уже, для того, чтобы обследоваться на ВИЧ. Я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня у нас в студии Анатолий Калышенко, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, и накануне Всемирного дня борьбы со СПИД мы говорим как раз-таки об этом заболевании. Вы уже начали говорить о том, что существует три основных пути заражения ВИЧ-инфекцией. Ну, можно думать о том, что все знают, но не лишним, наверное, будет напомнить. Напомнить. Да, то есть, ну, три пути передачи ВИЧ-инфекции, да, то есть это так называемый инъекционный путь, да, когда в кровь человека попадает, как бы, инфицированная, кровь инфицированного пациента, да, то есть это у нас потребители инъекционных наркотиков, да, то есть, ну, к сожалению, еще медицинские манипуляции, да, которые связаны с кровью. Есть все-таки эти случаи? Ну, к сожалению, такие случаи встречаются. Да, они крайне редкие, они единичные, но такие случаи есть. Плюс при проведении не только медицинских манипуляций, но таких манипуляций, как, например, татуировки, косметические манипуляции, да, то есть они, если они сопряжены, как бы, с кровью, да, то здесь, как бы, конечно, этот риск существует. Второй путь, и, к сожалению, он ведущий на данный момент, это половой, то есть незащищенные половой контакты, они могут привести к инфицированию ВИЧ-инфекции, да, то есть и вертикальный путь, так называемый, от матери к ребенку, вот когда ВИЧ-инфицированная женщина не лечится, не наблюдается, то может инфицировать и своего будущего ребенка. А может у ВИЧ-положительной мамы родится ВИЧ-отрицательный ребенок? Конечно. Собственно, наша работа и направлена на то, чтобы вертикальная трансмиссия ВИЧ, она была прервана, да, то есть вот у нас на данный момент, будем так говорить, реализация вертикального пути составляет менее 1% на территории Самарской области, да, то есть если женщина наблюдается, если она принимает терапию антиретровирусную, да, то есть если ребенок получит химиопрофилактику передачи ВИЧ, то вероятность практически приближается к 100%. То есть приверженность мамы к лечению – это как раз-таки залог того, что у ребенка есть шансы родиться здоровым. Вы знаете, я сейчас, может быть, смешную вещь скажу, но есть информация, что еще и вирус обнаружен в слезах человека, а вот как путь, он, ну, вы его опасным нигде не называете? Нет, в биологических жидкостях он определяется, вот, но ни в слюне, ни в слезах, ни в, как бы, в потовом секрете вируса иммунодефицита человека нет. Вы сказали, что на учете сегодня у вас состоит 38, да? 37 тысяч. 37 тысяч человек. Вот какие шансы у них не подписать себе приговор? То есть что надо делать для того, чтобы вот с этой инфекцией, которая совсем убиться не может, да, но с ней можно, в общем-то, всю жизнь прожить? Ну, основной – это прием антиретровирусной терапии. А вообще, вот, насколько это сложная история, это бесконечное лечение, постоянные походы к врачу, постоянный прием препаратов, вот, насколько тяжело с этим жить? Ну, к сожалению, да, то есть это пожизненный прием препаратов, да, но, как бы, медицина не стоит на месте, да, то есть, и поэтому есть препараты с однократным приемом, есть препараты комбинированные, да, которые представляют из себя одну таблетку, и поэтому, ну, мы в своей жизни принимаем массу лекарственных препаратов, да, то есть, поэтому лечение ВИЧ-инфекции, оно, в принципе, не отличается от другого, да, то есть, как больные с сахарным диабетом же вынуждены, там, например, делать себе инъекции вот по нескольку раз в день, да, или принимать препараты, допустим, там, 2-3 раза в день. Поэтому, как бы, лечение ВИЧ-инфекции, ну, по большому счету, не отличается от лечения других заболеваний. На качество жизни, да. Да, ну, как бы, естественно, да, поскольку это все-таки, ну, противовирусные препараты, да, конечно, могут быть какие-то побочные явления, да, то есть, реакции, ну, работают квалифицированные доктора в областном центре СПИД, поэтому, как бы, обязательно помогут пациенту с этим справиться, да, ну, к сожалению, любое лекарство, оно, ну, будет иметь какое-то влияние на организм, да, ну, еще раз повторюсь, не стоит на месте, да, то есть, на фармакологии, поэтому препараты, как правило, с очень хорошим профилем безопасности, с минимумом побочных реакций, да, то есть, и высокоэффективные, которые позволяют, собственно, контролировать заболевания и сохранить жизнь многие годы. А кто находится в зоне риска? Все-таки до недавнего времени считалось, что это мужчины от 20 до 40 лет, это непременно употребляющие наркотики или однополый секс, ну, и, в общем, вот так. Как сейчас? Ну, вот все, о ком вы сказали, да, то есть, это, они и остаются, собственно, группы риска, да, но, к сожалению, у нас, как я говорил, да, преобладает сейчас половой путь передачи, да, то есть, у нас практически 70% пациентов указали, что инфицировались, возможно, инфицировались половым путем, поэтому, ну, как бы, группы риска в этом случае очень расширяются, да, поэтому незащищенный секс, случайные контакты, да, то есть, наличие более одного партнера, да, то есть, как бы, любой человек, да, который попадает под эти критерии, он тоже находится в группе риска. Мне почему-то вот казалось, что современность такова, что уже и информации много, и средств защиты более чем достаточно, и что вот этот путь как раз должен бы сокращаться. Ну, к сожалению, пока наоборот. Вот, опять-таки, до недавнего времени считалось, что ВИЧ, это, спид, это заболевание, которое, о котором говорить стыдно, которое нужно скрывать, и даже для того, чтобы просто прийти вот в спид-центр, там люди, не знаю, ползком, партизанские, в капюшонах, вот стигматизация по поводу ВИЧ-инфицированных, она ведь даже со стороны медицинских работников существует? Ну, к сожалению, да, то есть, почему люди боятся говорить о ВИЧ-инфекции, да, потому что существует некий страх, во-первых, да, то есть, заболевание непонятное, да, многие годы считалось, что заболевание, будем так говорить, наркоманов и проституток, да, конечно, никто не хочет относить себя к определенным группам, вот, и, ну, и, да, к сожалению, присутствует стигматизация, да, и дискриминация даже пациентов с ВИЧ-инфекцией, да, и не только среди, ну, то есть, простые люди относятся, будем так сказать, не совсем хорошо и правильно, да, но, к сожалению, и среди медработников тоже это встречается, то есть, ну, прикладывается большое количество усилий для того, чтобы это все победить, да, потому что от ВИЧ-инфекции, ну, будем так говорить, не застрахованы никто, бывают разные жизненные ситуации, поэтому надо относиться к этому, будем так говорить, более спокойно. Ну, и давайте тогда еще раз все-таки скажем, что жить рядом с такими людьми не опасно, если, конечно, знать определенные... Да, в бытовом плане пациенты с ВИЧ-инфекцией, они не представляют опасности для окружающих никакой. Сегодня детей... Потому что использование, там, ну, грубо говоря, там, посуды, там, белья постельного, оно не приведет к передаче ВИЧ-инфекцией. Я знаю, что детей с ВИЧ-инфекцией иногда не берут в садики, в школы, то есть, вот эта вот дискриминация, она же существует. Ну, она существует, да, то есть, ну, здесь, ну, здесь, как бы, не органы образования, да, то есть, у нас не образовательные учреждения, да, выступают здесь, а большая часть, конечно, родители, вот, здоровых детей, да, которые боятся, видимо, да, чего-то. То есть, ну, как я еще раз повторюсь, да, проводится работа большая, разъяснительная. Вот, надеюсь, что, как бы, вот, в преддверии дня борьбы со СПИДом в очередной раз мы об этом поговорим, люди услышат. Ну, уже говорим, давайте сейчас мы на одну минутку прервемся и узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. И, кстати говоря, произошло очень много открытий ученых в сфере здравоохранения. Давайте посмотрим. Ученые Самарского университета имени Королева разрабатывают новые препараты из донорской плазмы. Они помогут в лечении инфекционных заболеваний, болезней системы кровообращения. Микроэлементы нового препарата обеспечат прочность зубов и костей, работу мышц, сердца, нервной системы. В регионе на 23% превышен эпид-порог по ОРВИ. Только на прошлой неделе с симптомами простуды к врачам обратились почти 15 тысяч жителей региона. Больше всего заболевших от 15 лет и старше. Заболеваемость коронавирусом выросла на 11%. Парк биопринтеров СамГМУ пополнился роборукой. Она будет задействована в производстве биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов. Устройство может быть использовано для биопечати как в лаборатории, так и непосредственно на пациенте. Российские ученые нашли способ контролировать активацию тромбоцитов. При повышенном уровне содержания в крови тромбоциты закупоривают сосуды, что приводит к опасным последствиям. Полученные данные позволят контролировать работу тромбоцитарного звена гемостаза в клинической практике и для профилактики заболеваний. Студент 6 курса СамГМУ работает над созданием бионического клапана сердца. Он будет изготавливаться индивидуально по данным 3D-сканирования, а после имплантации встраиваться в организм пациента, вырастая вместе с ним. Это позволит спасти жизни сотням тысяч малышей с пороками сердца и сократить количество операций по последующей замене клапана. Напомню, что сегодня у нас в гостях Анатолий Калышенко, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. Мы с вами до сюжета говорили о том, что особенно сейчас вы даете много информации, проводите много встреч. А каким образом вообще устроена работа по профилактике ВИЧ-инфекции у нас, в частности в Самарской области? Ну, центр проводит большую работу, да, то есть в принципе я думаю, что она заметна для жителей региона, потому что очень большое количество информации, которая идет через социальные сети, вот, через, ну, то есть телевизионные передачи, да, то есть масса, ну, большое количество печатной информации, как бы социальных, допустим, роликов, каких-то рекламных продуктов, да, которые выходят, да, плюс еще к всему проводятся постоянно выездные мероприятия какие-то, да, то есть на общегородских, да, то есть плюс еще нельзя не отметить федеральные акции, да, которые проводятся ежегодно, да, то есть последняя такая акция, которая называлась «Тест для победы», да, когда можно было протестироваться, собственно говоря, как бы, ну, в местах, да, в которых проходила эта акция, вот, ну, и плюс большой такой пласт работы, да, то есть это работа в трудовых коллективах, в образовательных учреждениях, да, куда выходят, собственно, доктора, инфекционисты, эпидемиологи, и, собственно, читают лекции, проводят беседы разъяснительные, да, чтобы, ну, рассказать, что такое ВИЧ-инфекция, как бы, как можно заразиться, как избежать заражения, вот, ну, и в том случае, что делать, если это, будем так говорить, случилось. Встречаетесь вы на таких встречах с ситуациями, что люди действительно не знают? Ну, люди, как бы, в открытую не говорят, что не знают, но интерес всегда на этих встречах присутствует. А вот из вашего опыта, перечисленные мероприятия, какие из них наиболее эффективны? Что больше достигает цели? Ну, я думаю, что, как бы, только, будем так говорить, общими усилиями можно достичь целей, да, вот, ну, конечно, личное общение, да, то есть, когда доктора выходят куда-то, общаются непосредственно с людьми, да, то есть, как бы, с молодыми людьми, с подростками, конечно, я думаю, что они, наверное, более эффективны. Все-таки, наверное, надо все равно больше участвовать на подростках. Потому что личное общение нельзя заменить, там, да, телевизионной рекламой, да, и рекламой социальных сентябров. Да, прочитал, не прочитал листовку, там, кто его знает. Да, да, потому что, ну, все относятся по-разному к рекламе, будем так говорить. Конечно. А скажите, Анатолий Михайлович, вот я часто слышу выражения спид-диссиденты вообще, кто это такие и чем они занимаются? Ну, спид-диссиденты, да, или ВИЧ-диссиденты, это люди, которые отрицают нанече ВИЧ-инфекции. Существование. Существование ВИЧ-инфекции, да. Но это люди неинфицированные. Это люди разные. Они есть, и среди них есть и ВИЧ-инфицированные, есть и невИЧ-инфицированные, да, ну, и, то есть, вот, мы недавно общались здесь, да, с коллегами, и прозвучало такое сравнение, да, что, по большому счету, это секта, да, то есть, вот, как бы... Ну, как и ВИЧ-диссиденты у нас были, да. Да, звучало там, как можно охарактеризовать, да, вот людей, да, ВИЧ-диссидентов, да, то есть, и, по сути, сошлись на том, что это, ну, взгляды похожие вот именно на сектантские, да, потому что ВИЧ-диссиденты, они не оперируют какими-то, ну, фактами, да, то есть, они... Они просто отрицают. Они просто отрицают, да, то есть, какие-то псевдонаучные приводят доводы, да, то есть, ну, как правило, ничего конструктивного за их словами нет. Вот, очень, собственно, большой вопрос, да, что люди поддаются их влиянию. То есть, разрушительность-то существует? Да, нет, конечно, существует, поэтому люди поддаются их влиянию, да, то есть, теряют, к сожалению, драгоценное время, вот, и когда уже, собственно, приходят к сознанию своей болезни, там, по себе принятию, да, то, ну, к сожалению, время может быть уже упущено. Ну, вот, очень такой момент, как бы, серьезный и сложный, да, что, к сожалению, есть ВИЧ-диссиденты еще, которые, ну, отказываются лечить собственных детей, к сожалению, да, поэтому и ребенок оказывается в ситуации, да, когда он сам не может, собственно говоря, осознать, да, то есть, ну... Ну, вот это действительно опасная история, он и растет в информации о том, что... Будем так говорить, таких, как бы, семей немного, да, то есть, и мы стараемся, собственно говоря, все держать их, будем так говорить, под контролем, да, потому что, к сожалению, вынуждены обращаться и в правоохранительные органы, да, то есть, и в прокуратуру, и в суды, вот, чтобы детей таких, собственно говоря, начать лечить, да, и дать им шанс прожить долгую, счастливую жизнь. Если результат теста, то есть, человек узнает о том, что у него такое заболевание, особенно, если он узнает случайно, это, наверное, в первую очередь все равно шок, непринятие, что делать, вот, если выяснилась такая история где-то случайно? Ну, в любом случае, да, если человек, как бы, сдал тест на ВИЧ, и этот тест оказался положительным, да, то есть, ну, как правило, если он сдает это все в медицинской организации какой-то, да, то есть, не пользуется какими-то быстрыми тестами, да, что для самотестирования, то, естественно, и перед сдачей анализа, и после получения результата, вот... То есть, к вам информация все равно придет? Врач, нет, врач ему разъяснит, да, то есть, какой может быть результат теста, да, и уже по результатам, что означает этот тест положительный, и человеку будет рекомендовано обратиться в центр СПИД для того, чтобы уже окончательно уточнить наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции. Ну, если человек не сочтет необходимым воспользоваться этой рекомендацией, сейчас уже, получается, это его проблемы, то есть, нет, нет, ну, почему к вам не приходит информация? Нет, все положительные тесты на ВИЧ, да, то есть, сделаны в любом медицинском учреждении, да, то есть, на территории Самарской области, биоматериал обязательно попадет в центр СПИД, вот, потому что, ну, то есть, это санитарные правила есть у полномочного учреждения, в данном случае областной центр СПИД, да, где будет выполнен, будем так сказать, завершен, собственно, весь алгоритм диагностический, да, потому что скрининговым методом является метод ИФА, вот, как, в принципе, удобный, недорогой, довольно быстрый, да, для того, чтобы подтвердить наличие ВИЧ-инфекции, да, остается более сложное исследование, называется оно иммунный блод, вот, когда определяются антитела к нескольким группам вирусных белков, и вот только после этого уже можно будет, как бы, с высокой вероятностью сказать, есть у человека ВИЧ-инфекция или нет. – А где можно же сдать тест на ВИЧ и желательно бы еще и бесплатно? – Ну, в областном центре СПИД можно сдать бесплатно, собственно говоря, как бы никаких денег за это не берут, вот, можно сдать его и даже анонимно, вот, собственно, не указывая свои персональные данные, вот, ну, и, в принципе, в любом медицинском учреждении, вот, потому что у нас поводов обследования на ВИЧ существует очень много, да, то есть, в принципе, даже проходя диспансеризацию, да, то есть тест, к сожалению, не является обязательным, да, но у нас, собственно, в приказе написано, что человеку необходимо информировать о необходимости, да, то есть, и, собственно, возможности, где этот тест можно сдать. – А как часто все-таки Вы рекомендовали бы это делать? И вот люди же есть очень ответственные за здоровье? – Ну, если существуют риски заражения, о которых мы уже поговорили, да, то не реже одного раза в год. Вот, если человек оказался в ситуации, да, с каким-то высоким риском, да, то в течение, там, трех-шести месяцев желательно сдать тест. – Анатолий Михайлович, я благодарю Вас за эту беседу, и думаю, что сейчас эта работа у Вас продолжится, собственно, как она, наверное, никогда и не прекращалась, но главное, чтобы она давала результаты, и все мы были здоровы. Спасибо за эфир. – Спасибо. – Увидимся ровно через неделю. До свидания. – До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова